У нас в студии появился Авикдор Эскин, которого мы обещали, философ-политолог израильский. Доброе утро, Авикдор. Здравствуйте, здравствуйте. Так, в микрофон. Микрофон. И как он сейчас? Сейчас неплохо. Мудрый день, мудрый день слышу от вас и от господина Соловьева. Здрасте. Привет, Авикдор, давно не слышались. Авикдор, тебе меня слышно? Я очень хорошо слышу и с удовольствием слушаю. Авикдор, во-первых, жаль, что ты припоздал. Понимаю, что пробки, а люди, которые отвечают за доставку, не способны рассчитать и вывести заранее тебя к точке эфирной. Но вот скажи мне, пожалуйста, во-первых, положа руку на сердце, я сегодня полутора бьюсь с ботами в интернете. Антисемитизм. На современном, вот в современном украинском государстве. Антисемитизм на государственном уровне есть или нет? На Украине сегодня, к сожалению, мы наблюдаем не просто антисемитизм, а полную легитимацию нацистской идеологии на государственном уровне. Это не значит, что каждый отдельный министр в украинском правительстве он нацист. Но когда в целом государство, страна принимает такую идею, что худший изверги рода человеческого, чикатилы в десятой степени, типа Шухевича, это герои народа, это те как раз, которые стоят за львовским погромом, бабем яром, если мы говорим про евреев. А если говорим про славян, вспомним хатыни и многое-многое другое. Вот если эти люди объявляются героями, то это хуже, чем просто какой-то бытовой антисемитизм или какая-то дискриминация. Как только мы объявляем такого рода явления легитимными, то это все равно, что призыв к массовому убийству. Теперь это не значит, что завтра сразу же какие-то группы или все вместе или по отдельности идут и будут осуществлять такого рода замыслы. Но мы видели уже это в Одессе. Мы знаем, что похищают людей, пытают. В застенках СБУ с людьми обращаются так же, как с ними обращались раньше бандеровцы. Мы все это знаем на примере конкретных людей, причем у них есть имена и фамилии. Вот в Одессе мы рассказывали о такой женщине, как Яна Айзикович по Песку, которая была арестована за то, что спасала людей из горящего дома профсоюзов. Она находится до сих пор в застенках СБУ. Вот что там происходит. Мы знаем случай Валерия Гинзбурга в Киеве, который просто захотел уехать в Израиль. Что-то где-то не так сказал. Его обвиняют в терроризме. Подкинули листовки. Ему кто-то послал что-то почты. Кто-то, мы можем догадываться, кто. Провокаторы службы безопасности Украины. Человек находится за решеткой. То есть чудовищное нарушение прав человека, которые переходят как раз-таки плавно в не то, что антисемитскую, но именно неонацистскую какую-то общую систему. То, что они себе позволяют, а именно прославлять героями, называть худших извергов рода человеческого, то тут даже слово антисемтизм, оно кажется мягким. Это намного хуже. Я в чем-то не прав? Порвачен. Я в чем-то не прав? Я думаю, абсолютно прав. Что я не точно сказал. Со мной очень многие люди тоже спорят. Как ты знаешь, я являюсь объектом нападок со стороны всякого рода шушера и здесь, и в Израиле тоже бывает. Слышу какие-то, так доносятся какие-то голоса из хриплых глоток. По сути, мы говорим одну простую вещь. Если на Украине идеология бандеровщины объявляется не просто законной, приемлемой, но еще и героизированной, какой-то, гларифицированной, то что можно еще? Что еще нужно для того, чтобы ужаснуться? Что еще нужно? Я понимаю прекрасно доводы той стороны, которые скажут, что да, но пока что их удается подкупать. Их действительно подкупают на сегодняшний день. Их действительно успокаивают. Их действительно стараются на них надеть намордник. Да. Есть морда, на нее можно и на время надеть намордник. Но намордник этот все равно обветшает и упадет. И эти самые псы, они еще разорвут горло тем, кто им сегодня платит. Действительно пытаются смягчить перед лицом Запада, чтобы не выглядело так все ужасно. Более того, население Украины очень чутко воспринимает сигналы. И на выборах яркие неонацисты, такие как Ярош и Тягнебог, получили менее 2%. Это невзирая на то, что их сторонники здесь в Москве, например, в лице Максима Шевченко, он предвлекал 25% Ярошу лично. Нет, Украина не настолько нацифицирована, как хотелось бы некоторым людям. Большинство украинцев все-таки сохранили этот генетический код, который мы все время говорим 95% тех, кто воевали в рядах советской армии, были в партизанах. Это очень важные цифры. Важно вообще, мне кажется, вот, Володя, если бы мы обсудили сейчас тему Украины, хотя у нас есть сегодня другие же утрепещающие еще всякие вопросы для обслуживания, но если бы тема Украины у нас сегодня была бы в полноте охвачена, я бы начал с того, что очень мало делается для того, чтобы приблизить украинский народ сейчас к русскому народу. Захватить Украину, это значит, прежде всего, приблизить сердца людей. Украина станет братской и станет частью России тогда, когда из России пойдет должного рода проукраинская и пророссийская пропаганда, естественно, с сильным русским акцентом она должна вестись, напомнить о том, что общее между двумя народами, потому что, если уж так разбираться, вот эта вот особь, украинский народ отдельно от славянских народов и русских народов, ну, знаете, как это было, Анискин, это, понимаете, смешно. То есть народ что, это только Лесси Украинка и Тарас Шевченко, и в лучшем случае плюс некто Сковорода, да? А если мы рассматриваем украинский народ как часть общеславянского пространства, тут, простите, пожалуйста, возникают такие люди, как Гоголь, да и Солженицын как-то так частично, да и еще, еще, еще. То есть бесконечное количество людей, которые, будучи частично или как-то полностью, вот очень трудно, кстати, все это измерять, поскольку мы не в Третьем Рейхе, но люди, которые как-то можно их назвать украинцами, настолько влились в русское пространство, сыграли в нем огромную роль, великую роль подчас. И вот об этом не говорят, вот об этом не говорят. Вот мы очень преуспели в том, что объяснили украинцам, все-таки в том, что нацизм это нацизм, и есть реакция на это, есть, это огромный успех, кстати, в том числе, вот твой лично, я считаю, и не только твой, и Киселева, и Мамонтова, и тех людей, которые были, ну, можно сказать, острием копья в том, чтобы разъяснять на русском языке, в русской изличном пространстве, что такое хорошо и что такое плохо. Сделав это, объяснив, насколько то плохо, нам надо сейчас думать о том, как донести до украинцев также идею того, что такое хорошо. Вот добрый голос из Москвы, это то, чего еще не хватает.